Друзья, всем привет! Обратите внимание, 17-е колеса стоят у нас на автомобиле. Изначально с базы они и вовсе идут 16-е. Многие ребята, кто покупают на лето, ставят 18-е, 19-е. Машина смотрится совсем по-другому. В 1976 году Honda представила свое первое поколение аккордов. Прошли года, и в 2008 году был анонсирован 8-й аккорд, который и у нас сегодня. Настоящий японец для России. Именно о нем мы сегодня с вами и поговорим. Машина 2010 года выпуска. Именно тогда я купил себе эти замечательные кроссовочки, эту кофточку. Поэтому, ребята, не перематывайте. Маленькая рекламная вставочка от меня, чтобы я себе на следующих выходных купил новые кроссовки. Друзья, всех нас с вами по закону обязывают делать страховой полис ОСАГО. Вот многие едут к своим знакомым страховщикам. Но сегодня вы можете вообще, не выходя из дома, не выходя из машины, зайти на сайт osago.guru, заполнить анкету, получить предварительный расчет. Вот с вами свяжется менеджер, назовет вам все цены. После этого вы выбираете любой удобный для себя способ оплаты, оплачиваете. И вам на вашу электронную почту прилетает полис. Вы его только лишь распечатываете. Потому что он у вас должен быть в черно-белом виде, лишь только для глупых гаишников. Вот на сегодняшний день все полюса привязаны уже к госномеру автомобиля. Вы зайдете в базу данных РСА, ваша машина там будет числиться. Ребят из ОСАГО ГУРУ знаю лично, поэтому я им сказал, если вдруг с кем-то что-то будет не так, отвечайте головой. Все согласны. Сервис не разводило, поэтому все переходите по ссылке в описании и ближайшее ОСАГО делайте через них. ОСАГО ГУРУ вам в этом поможет. Итак, в 1976 году дебютировал первое поколение с мотором 1.6 и 1.8. Было 68 сил и 95 сил. Шли года и вот к нам приезжает Хонда Аккорд с двумя моторами для России. 2 литра, как в нашем случае, на 156 и мотор 2.4 на 201 силу. Вот посмотрите вообще на внешний вид автомобиля. Вот 2010 год. Вы наверняка заметите сейчас вот такую вот, скажем так, притертость с бампером. Вот интересная история автомобиля. Знаете, как это было? Стояла машина, новенькая, от первого владельца, возле одного, скажем так, кабака, ганюшничка. Оттуда выходит такой накачанный парень, но не накачанный не с точки зрения силы, а с точки зрения того, что он вообще просто накачанный. Вот он подходит вот так вот и просто с головы бьет в крыло. Крыло вот это крашено, ну и бампер немножко отошел. По всем остальным вопросам машина в хорошем состоянии, несмотря на то, что уже годы берут свое и она притертая. К чему я это говорю? Если вы сегодня заинтересуетесь данным автомобилем и зайдете на автору, ценник на восьмое поколение начинается примерно от 580 тысяч рублей. И поверьте мне на слово, вы накатаетесь, вы просто так измучаетесь найти достойный автомобиль. Все те, кто пишут пробег 37 тысяч, один владелец, развод самый натуральный. Найти хорошую машину, ребята, придется очень сильно постараться. Сейчас сам с этим столкнулся, еще, как вы знаете, Camry 3.5. Когда он появился, мне было 20 лет. Я учился в институте на втором курсе. Я ее увидел, вот ее купил. Диман Улитин, наш с вами акционер, живет в соседнем доме. Ну, как обычно, у меня все в соседнем доме живут. Так вот, я смотрел на эту тачку и думал, охренеть, какая же это машина. Чуть позже еще один знакомый купил. У меня была возможность покататься на машине. Вы не представляете, когда в 2010 году в нее садишься, это действительно был самый интересный, самый красивый, на мой взгляд, седан за свои деньги на то время. Что по оптике, по внешнему виду? Идет у нас, в нашем случае, галогеночки обычные, ближние и дальние. Здесь был одно время заколхожен, скажем так, ксенон, но владелец текущий его убрал. Купил он его год назад с пробегом 100 тысяч километров. С машиной, по сути, ничего не делалось, кроме плановых технических осмотров. Масло и так далее. На сегодняшний день ему там предстоит сделать легкие технические работы. За год он накатал 100 тысяч на машине. Человек постоянно ездит на дальние расстояния, много ездит на машине. Соответственно, он ее брал как рабочую лошадку под эти цели. Машина как раз из тех случаев, когда ты за ней следишь, ты за ней ухаживаешь, кормишь ее хорошим бензином, заливаешь ей хорошее масло. То есть, любишь машину. Не так, что знаешь, типа, а, бэушку купила, пофигу. Ты будешь кататься, мозги на тебя делать не будет. Все нюансы, все болячки известны давным-давно, но их очень мало. Что характерно бывает, обратите внимание на противотуманки. Многих это бывает, смущает, если видеть то, что противотуманки колотые, битые. Думают, ага, какое-то ДТП было, еще что-то. Нет, за последний год, третий раз он уже меняет их. Ну, болезнь такая, это даже пошло еще с седьмого аккорда. Вот я лично к Хонде очень хорошо отношусь, потому что машина, ну, действительно, не проблемная. И также присматривал автомобиль, думал, как вы знаете, будем снимать скоро проект с газом. Я очень хотел Хонду Аккорд, но, к сожалению, вот в этом кузове нет их с двигателем 3.5. Вот к чему я вас еще хочу подвести. Вот смотрите, многие говорят, типа, автокод, спонсор канала, ты их рекламируешь. Ребята, по госномеру забиваем машину. Вот в нашем случае она реально чистая, то есть всю информацию мы знаем. Тем не менее, залазю на автору также, ищу подборочки, смотрю некоторые автомобили. Вот там пишут люди, что все идеально, без залогов, честный пробег. Через автокод начинаешь пробивать. Вот я вам даже сейчас на экран вывожу, видно то, что тачка в залоге. То есть это головняк самый натуральный, от которого лучше избавиться изначально. 8 владельцев по ПТС, а в реале пишут, что как будто бы 2. Скрученные пробеги и так далее. Врунов очень много. 2 литра двигатель с легендарной технологией FTEK. Вообще технология эта очень старая, она там появилась еще где-то там в конце 80-х годов. Это система динамического изменения фаз газораспределения, которая принесла, собственно, славу компании. Как вы знаете, с каждым поколением она постоянно дорабатывается, даже в 9 аккорде она была доработана. В общем, двигатель у нас 2 литра. Марку вы его сейчас видите на экране. Это, по сути, все тот же самый двигатель 1.8, ну, который немного доработали самыми простыми способами. Вот. Все проблемы с этим двигателем давным-давно известны. То есть, бывает там какая-то вибрация, бывает шум, но на самом деле это, скажем так, вот если с компанией Honda обратиться, а я смотрел, читал, там люди, кто обращался, все говорят, это нормально, не парьтесь. То есть, на работу это никак не влияет. Единственное, зачем здесь нужно следить, это за клапанами. Естественно, заливать нужно хороший бензин, машина готова питаться 95-м. Естественно, нужно заливать хорошее масло, то есть, все то же самое, что требует любой автомобиль. Нормальное качество обслуживания, и машина тебе не будет делать никаких проблем. Если вы запрыгнете, почитать отзывы за автомобиль, то все, что вы увидите, в основном, это будет по надежности оценка 4 с плюсом, либо 5. Да, бывает, встречается какой-то ремонт, но, как правило, это ничего такого критичного нет. Очень редко нарекай на какие-то коробки, на двигатель. То есть, такое можно найти. Есть люди, кто перебирали двигатель, у кого он там затроил, встал. Но это все, опять же, единичные случаи. 156 сил, 192 крутящего момента. Паспортный разгон у автомобиля 10,7 секунд. Вес автомобиля при этом составляет 1 тонну 550 килограмм. Если рассмотреть двигатель 2.4, который, ну, типа пушечка на 201 силу, там картина, ну, тоже печальная. 9,7 секунд до первой сотни. Хотя машина выглядит гораздо бодрее. Если бы поставили 3.5, совсем другая история была бы. Но у нас двигатель работает в паре с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач. Конечно же, есть механика. Там машинка будет пободрее, тем более с двигателем 2.4. Но вот, к сожалению, на 9-х аккордах появился двигатель 3.5, но там начали ставить вариатор. А вариатор и 3.5, ну, сомнительное удовольствие. В общем, с точки зрения обслуживания автомобиль ясен и понятен. То есть, тут не нужно ничего заморачиваться. Нет никаких прям таких, знаешь, подводных камней, о которых ты будешь узнавать из первых уст. Если искать автомобиль до 10-го года, то в реале пробеги будут большие, там, 150-200 тысяч. Но это не проблема для этого автомобиля, если, вот, подчеркиваю, должный уход. 300-400 тысяч запросто откатывают. Опять же, друзья, я вам честное слово скажу. Обязательно проверяйте машину, если ищите на вторичке. Вот просто так не оставляйте дело. Не посмотришь, обманщиков очень много. Есть, и говорит, за состояние лакокрасочного покрытия. Конечно же, здесь уже делалась полировка. Есть там сколы по кузову, от этого никуда не убежать. Пробег у автомобиля более 200 тысяч километров. Смотрите, 17-е колеса у нас стоят. Резина у нас идет летняя, свеженькая. Владелец к нашему приезду ее начернил. Резина стоит в яйте. Многие эту резину знают по рекламе. Одно время ее крутили по телеку. Если вы запрыгнете также в интернет, очень хорошие отзывы за резину. Цена у нее вообще невысокая. К чему я это говорю? До этого он ездил на резине, которая стоила там что-то в районе 35 тысяч рублей. 30-35 такая цифра была. Была шумнее. Вот эта резина в разы дешевле. Она тише и комфортнее. Мы это лично проверим с вами, когда поедем кататься. На момент выхода автомобиль впервые начала ставиться на хонду подвеска передняя на двух поперечных рычагах. Она идет со стабилизаторами. Задняя идет независимая многорычажная. Сам центр тяжести у автомобиля снижен. Колея шире. То есть дорогу машина держит в принципе хорошо. Если конечно же поставить колеса большие, ну будет не очень комфортно тем, кто передвигается на большой скорости по колее. Ну знаю за хонду лично. Не первый раз катаюсь на подобном автомобиле. На седьмом поколении. На девятом катались. Подвеска могу с уверенностью говорить, что настроено сбалансировано. То есть если поставить вообще шестнадцатые колеса, ты будешь кататься, тебе будет очень мягко на автомобиле. Поставить девятнадцатый или восемнадцатый на низком профиле, ну прям она станет реально дубовая. При этом руль ты чувствуешь. Ты можешь разгоняться левее, правее. Тачка дает драйверские ощущения. Какой минус у этого автомобиля? Клиренс 150 миллиметров. Вот многие жалуются, что можно цепануть. Ну собственно не единственная машина для России, у которой клиренс 150 миллиметров. В остальном же, вот так вот смотреть на автомобиль, с точки зрения безопасности, хорошая машина. Восьмой аккорд также был с рестайлингом. Вот там стало больше опций по автомобилю. Покупая эту тачку на вторичке, вот с бюджетом там 600-700 тысяч рублей, ты найдешь, если ты живешь там в небольшом городе или в большом, или тебе нужна машина, вот как вот в нашем случае. Жоповозка из серии гонять на дальние расстояния постоянно. Вот, катается, не напрягается. Давайте присядем назад, посмотрим, что будет, если туда загрузить девчонок. Я присаживаюсь сам за собой, сиденье я переднее водительское уже подвинул. Вот первое, что бросается в глаза, это массивные передние кресла. То есть садишься, они реально здоровые, я сначала думал, что какой-то там чехол, столь, одет дополнительно. Нет, спинки очень широкие. С одной стороны, если здесь пытаться развалиться, ну будет дискомфортно. Но с другой стороны, вот если вот так вот сесть, ну на короткое расстояние, вот чисто по городу, там не знаю, до магазина доехать, еще чего-то. То есть так вот тесновато, ну действительно тесновато. На что жалуются владельцы? Это качество отделочных материалов. Вот обратите внимание на ручки. Это не говорит о том, что здесь какие-то неаккуратные люди сидели. Здесь вот так вот и с ногтем сейчас провести, пластик, он такой, у нас все к себе притягивает. Его тяжело мыть. По передней консоли тоже многие говорят, что вот здесь, здесь изнашиваются материалы быстрее. Но с точки зрения техники, вот вообще подвеска, там работа, двигатель, коробка, нареканий меньше. Хотя, конечно, есть и те, кто говорят, что и подвеска херовая, очень слабая, мягкая. Все зависит от того, как ты сам будешь кататься. Но с другой стороны, сесть сзади, в принципе, можно будет, особенно если ты ростом меньше, чем метр семьдесят. Я метр восемьдесят шесть. Потихонечку переходим к задней части. Бак у нас на 65 литров. Расход у этого автомобиля реальный. В смешанном цикле примерно 10 литров. Что значит в смешанном цикле? 100 километров по трассе, 20 километров по городу с пробками. Вот посмотрите на задний вид автомобиля. Подчерк, у нас версия 2 литра. Я знаю, что многие отмечали в комментариях на инстаграме. У нас есть инстаграм-каналы, где мы выкладываем автомобили. Говорили то, что по идее 2 литровый должен был идти с одним патрубком. Здесь, естественно, выхлоп переделанный. Раз. И, видимо, заменена юбка. Два. То есть это не Type-S, там не 2.4, это 100%. Двигатели вы видели сами. Посмотрите на нее. На 2010 год это вообще была просто пушка. И на сегодняшний день я лично считаю, вот мое мнение, что машина выглядит свежо. Знаешь, она не выглядит устаревшей. Вот если посмотреть, например, на какую-нибудь там Camry 40-ку, ну старенькая машина, какой-нибудь Ford Mondeo там тех годов найти, тоже старенькая машина. Вот это еще свежачина. Багажник у нас объемом 476 литров. Вот, ребенок есть у человека. Кресло, все сложено, все аккуратно. Ну видите, да, организация как сделана. Все круто. В багажнике у нас также лежит запасное колесо. Сидение можно сложить. Это огромный плюс. Фонари подтонированы. Ну машина вообще, ну на самом деле. Вот в 2010 году, или даже если бы сейчас их выпускали бы для России, с двигателем 3.5, с автоматом шестиступенчатым, а еще лучше восьмиступенчатым. Могу с уверенностью сказать, машина бы вызывала фурор и интерес у покупателей. Говорить здесь больше нечего. Давайте присядем, посмотрим интерьер автомобиля и поезд отправимся на тест-драйв. Присаживаемся с вами в автомобиль. Несмотря на то, что сегодня 2018 год, интерьер. Но я бы не сказал, что он старый. Но с другой стороны, каждый из вас скажет, чего ты не сказал бы, да старый уже интерьер. Штатное головное устройство у нас заменено. Это стоит не родное. То есть тут можно подключить модем. И пойдут все фильмы, интернет и так далее. Можно пользоваться. Маленький компьютер. Но с другой стороны, владельцы этим уже не пользуются. Сейчас телефоны, вон, повесил себе смартфон. Лазишь, катаешься. В машине есть все то, что нужно. Подогревы, вентиляция. Ну, в плане кондиционера. Все это присутствует. То есть ты сел, с комфортом настроил под себя сидение. Действительно удобный. Руль удобный. Он, естественно, уже изношен. Ну, машинка у нас, пацаны, ну, 200 тысяч, что тут говорить. Все-таки можно там перетянуть его. А вот по состоянию салона. Да, действительно, видно то, что пластик такой. Знаешь, вот царапанный, перецарапанный. Кто-то скажет, да блин, небрежная эксплуатация. Нет. Просто качество отделочных материалов здесь вот на среднем, скажем так, уровне. Искушенному водителю всегда может чего-то не хватать. Будет говорить то, что нужно побогаче что-то найти. Есть альтернатива на рынке. Есть ваги. Но, опять же, там свои проблемы. А здесь, как бы, технических проблем очень мало. В 1981 году появилось второе поколение Honda Accord. И уже тогда на них начали ставить навигаторы. Вот я, конечно, удивляюсь, что там в 1981 году за навигация была. Но она уже была. На сегодняшний день вот такой интерьер тебя будет встречать. С точки зрения того, что ты берешь машину на повседневную езду, туда-сюда кататься запросто. Если ты молодой парень, вот купил ее за 600-700 тысяч, соточку еще в нее вложил. У тебя машинка будет совсем по-другому смотреться. Можно салон перетянуть, полировку сделать. Вот, понимаете, ко мне иногда обращаются люди, говорят, типа, помоги найти машину. BMW хочу, 2 миллиона стоит новая. Я говорю, давай, поможем. Сколько первоначально сдался? Нисколько, ноль. Хочу в кредит взять. Не нужен тебе кредит на такую тачку. Вот, можно рассмотреть альтернативный вариант. Особенно, когда тебе там 20-22 года, 23 года, когда ты еще молод. Покатайся на ней 2-3 года, и будет нормально. Не нравится тебе Honda, но поищи что-то другое, альтернативное, что не будете делать мозги, а если вдруг и будет, то это будет не так дорого. Самое главное, коробка-двигатель. Все, здесь разглагольство, больше не на чем. Поехали кататься. Выезжаем мы из маленького поселения, дачный кооператив. Дорога, сами видите, прекрасно разбитая. Подчеркиваю, 17-е колеса стоят. Резина свеженькая. Едешь, на самом деле, глотая дорогу. Вот сюда же мы заезжали на 19-х колесах. Совсем другая история, но гораздо жестче. Выбрались на асфальт. Вот как под себя настроил сидение. Действительно, машина комфортная. Сидение здоровое, руль четкий, информативный. Вот левее, правее сразу машинка чувствуется. Обзорность достаточная. Зеркала вроде бы кажутся небольшими, но на самом деле плюс-минус такие же, как везде на этом классе. В чем плюс машины? То, что это поглотитель, я бы сказал, дорог. Так же, вот купил машину, можно на дальнее расстояние кататься. Вот именно как вторичку. Самое главное надежное. Вот это важно. Тяга, ну смотрите, покажи про вас дорогу. 100 километров мы сейчас скорость держим. Обычный режим, газ в пол. 4 тысячи. 5 тысяч. Вот реально, система AF-TEC, вот после 4,5 тысяч, она набирает гораздо лучше, нежели чем на 4,5 тысячах. Вот газку даешь, пока он ее раскрутит, а потом уже совсем другая история начинается. За это многие эту систему-то и любили как раз. 2 литра, конечно, машине маловато. Вес большой. Да и 2,4 здесь тоже будет маловато. Но 2,4 на палочке еще можно будет разгонять, крутить. С точки зрения шумоизоляции. Вот мы примерно едем сотку. Реально тихо, пацаны, вот сотку едешь. Вот здесь нет такого гула постоянного шума. Если разогнаться гораздо больше, естественно, там 150-160 шум будет стоять, как и везде. Ну вот так для крейсерской городской скорости, например, там 60-80, ну в городе местами можно и 100 ездить по МКАДу. То есть машина комфортная. За счет того, что владелец очень много ездит, вот резину он поставил недавно, дорогу хорошо держит на большой скорости. Мягкая резина и самое главное недорогая. Мы с вами люди культурные, правила дорожного движения всегда нужно соблюдать. А вот есть люди некультурные, которые вот такими делами занимаются. Вот видите, раз, чуть собаку не сбил. Вообще паршивец, вот паршивец. Едем потихонечку, машина дарит приятные ощущения, ну с точки зрения комфорта. Сидишь, если музончик сейчас включить, вот здесь обычно владелец ставит свой телефон, фильмец может смотреть, можно через этот монитор смотреть, то есть как больше нравится. И отправляется на работу. Вторичка для нас, к сожалению, сегодня становится востребованным. Поэтому, обращая внимание, вот на Хонда, всем рекомендую, можно посмотреть. Может и предложить ваш вариант, что лучше купить за эти деньги, там, 8-10 лет. Особенно, если, ну, надо, машина нужна, денег нет, а передвигаться хочется. Ранее вот такие автомобили стоили примерно, вот в хорошей комплектации, там, 900-1 миллион 200. Переключаю коробочку в спортивный режим. Так, 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 что же у нас будет? Не больше 60 в поворотик. Эта машина послушная. То есть даже на небольшой скорости, понятное дело, любая тачка будет послушная. Но вот здесь к этому вопросов нет. Вот затяжной поворот и пошли в него. Слушай, ну, реально хорошо стоит на дороге. Конечно, тяги вообще не хватает, ее, грубо говоря, ну, нет. Спустя даже час тест-драйва ты понимаешь, что вот 2 литра, спорт, отключаешь нафиг и передвигаешься в спокойном режиме. Все города сейчас уже давным-давно в камерах. Гнать тебе некуда. Ну, некуда гнать. Только на газ нажимаешь, камера. Только на газ нажимаешь, лежачий полицейский. Жилой райончик, дети ходят. Поэтому нужно соблюдать городской режим. В городском режиме вот средний расход топлива будет, я думаю, даже больше 10 литров. Вот 11-12. Вот смешанную человеку получается 10 литров. У кого-то, возможно, будет меньше. На тачке охота вот просто кайфовать. Сел, откинулся, музычка у тебя играет. Сейчас осень теплая, бабье лето. Передвигаешься классно. Машина симпатичная. Ну, блин, не знаю, буду сто раз это повторять. Напишите ваше мнение, если вы считаете иначе. На мой взгляд, машинка актуальна и по сей день. Самое главное, есть возможность ее маленько дорабатывать. Если хочется дорабатывать ее с точки зрения динамики, то лучше изначально искать 2,4 на механике. Тогда вообще вопросов не будет. Что-нибудь ты с ней сможешь сделать. Опять же, ничего грандиозного, зато не получится. Очень жаль, очень жаль, что не ставила Honda 3,5 на эти автомобили. Вот 3,5, там и 6-8 ступеней автомат, чтобы он выдерживал этот крутящий момент, было бы просто идеально. А так, что имеем, то и покупаем. На рынке машины есть. Друзья, вот она Россия-матушка. Небольшой провинциальный городочек. Свои плюсы, свои минусы, своя разруха, свой мусор, как и везде. И вот на Honda Accord 2010 года, выпуска, 8-ое поколение. Стоит покупать данный автомобиль сегодня на вторичке? Я скажу смело, да. Если вы найдете машину в хорошем состоянии, честную и живую. Это сделать, конечно же, будет нелегко. Напоминаю, что наш спонсор канала, сайт Автокод, вам в этом может помочь. Парни, по состоянию, по содержанию машина, ну, действительно, не такая там капризная. Что здесь может быть дорогим? Кузовщина оригинальная может быть дорогой. Ну, ты же не будешь ставить на нее, там, восьмилетнюю тачку оригинальный капот. Нет, конечно. Если ты нарвешься на двигатель, ну, мало ли, да, это будет недешево, коробка будет недешево. С точки зрения управляемости, машина хорошо себя ведет на дороге. Конечно, многое зависит от состояния подвески, от колес, от резины. Все это ясно. Друзья, покупая этот автомобиль, будьте бдительны. Вот самое главное, на что здесь не напороться, это не найти ушатанную тачку, там, с фиговым движком, с плохой коробкой. Найдете грамотных себе подборщиков, либо вы сами по себе умный человек, понимаете как, смотреть, как диагностировать. Машина вас будет радовать. Ухоженная машина откатает больше 300 тысяч километров запросто. Друзья, обязательно пишите ваше мнение в комментариях, что вы думаете по этому автомобилю. Какую альтернативу вы бы рассмотрели на рынке, с учетом того, что бюджет на автомобиль 600-700 тысяч рублей. В нашей стране далеко не сладкие времена, поэтому вторичный рынок набирает все больше и больше популярности. У меня на этом все. Обязательно подписывайтесь на инстаграм нашего канала, подписывайтесь на сам канал. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok